Я бы разделил полномочия на полномочия, во-первых, для чего? Для чего полномочия? Наверное, один вариант – это полномочия для того, чтобы мы выиграли в войне с Соединенными Штатами Америки НАТО и остались живых. То есть полномочия для обеспечения жизни. А второе – полномочия для, собственно, реформ по восстановлению суверенитета. Потому что понятно, что при запуске ремонта восстановления суверенитета возникнут ущемленные группы правящего класса, которые будут считать себя ущемленными. Как бы там мягко их не проводили, не пытались их уговорить, как делает Путин уже 15 лет, так сказать, замучаясь пыль глотать, условно, под этим лозунгом. Но это будет конфликт, и в этом конфликте будет их попытка резкой дестабилизации. Вот, соответственно, полномочия делятся на полномочия стабилизации в целом, чтобы этот конфликт не привел к ликвидации страны и катастрофе, в том числе в виде технологий майданных и других подобных. И для, собственно, полномочия обеспечения ноддовских реформ, то есть для принятия решений по строительству нового государства. Вот, суверенного и независимого. Вот, согласитесь, это совершенно разные вещи. То есть вариант два, это нам нужны тогда, чтобы у президента были полномочия власти, потому что что-то строить может только власть, в принципе. Потому что только власть может изменять правила и принимать властные решения. А дестабилизации, ну, наделять властью не обязательно. Это можно просто дать права в рамках действующей системы, исполнительного характера, вводить специальное военное положение, ограничение права свободных граждан и так далее. То, что предусмотрено, в том числе, кстати, и действующими законами. Если надо их дополнить в рамках более серьезного эффекта дестабилизации, значит, надо их дополнить. Вот, по сути, как стоит вопрос. Это означает, что полномочия власти возможны по существу только в рамках конституционной реформы. Потому что только конституционная реформа может дать власть. Собственно, кому бы то ни было, в том числе президенту. И отсюда, соответственно, два типа полномочий, которые, ну, в том документе, который предварительно вы приготовили, они существуют и разделены. Это полномочия, связанные с защитно-обранительными функциями и полномочия, связанные с властью. Так, если коротко сказать, о чем мы говорим. Соответственно, наша нодовская тема – это вообще полномочия власти. То есть вообще конституционная реформа в целом. И это обсуждение вопроса полномочий для нас – еще один повод обсудить неизбежность и необходимость конституционных реформ и в целом нодовских реформ. Потому что только нодовские реформы, по сути, дают возможность решить проблемы и выживания, и победы в конфликте с НАТО, с американцами. И, естественно, проведение нодовских реформ тоже, то есть реформ по восстановлению суверенитета. Вот поэтому я бы полномочия делил на вот эти две группы. Вот та группа, которая касается стабилизационных мероприятий, то есть обеспечения стабильности, чтобы не было конфликта, грабежей магазинов, грабежей граждан, разгула преступности, которые обязательно сопровождают резкие процессы. И мы понимаем, что военный конфликт, он не способствует, вообще говоря, порядку и спокойствия на улице. Это как бы один аспект наших полномочий. Я не думаю, что его надо подробно разворачивать. То есть, наверное, не очень правильно, если спросят, а кто такой нод? А нод выступает за то, чтобы запретить или ограничить ваши права, свободы, разрешить вас досматривать и так далее. Я думаю, что нам, ну как бы эту функцию, она, на самом деле, она не нодовская по своей сути. Она государственная, но если мы ее продвигаем, то мы ее должны продвигать как бы просто в рамках задействования действующего законодательства, не пытаясь его ужесточить по отношению к правам граждан. А что касается реформ по суверенитету, а это туда входит в том числе продолжение конституционной реформы о Госсовете, наделение его необходимым уровнем полномочий, и Путина как председателя Госсовета. Вот здесь я думаю, что мы должны действовать по полной программе. Кстати, в том числе продвигать закон о статусе главнокомандующего. Он такой, я бы сказал, переходного периода, потому что только закон о статусе главнокомандующего, в рамках действующей конституции, кстати, позволяет нам запустить механизм преодоления, сопротивления правящего класса по поводу и международного права, и самое главное, по поводу использования стратегического оружия для целей победы в специальной военной операции. То есть задействовать вот этот стратегический фактор. Потому что сегодня он не задействован вообще, он запрещен, вы знаете, в том числе теми документами, которые декларируются, подписаны Министерством иностранных дел. И, кстати, Министерство обороны тоже с ними согласно. То есть его задействовать нельзя. То есть в нашей системе координат, в которой мы живем, где Америка является нашим начальником, Вашингтон это для нас единственный центр власти, один центр принятия решений, ни при каких обстоятельствах российский правящий класс, назначенный Вашингтоном, не сможет спринять решение о создании угрозы Вашингтона. То есть само по себе для него это нереально. Потому что он является американской властью. Как он примет решение угрозы самому себе. Поэтому, по сути, борьба за этот закон, это тоже борьба за суверенитет. А может быть не прямая, но по сути, да, это борьба за суверенитет. И принять этот закон можно только в случае, если конкретной текущей ситуации, даже без конституционной реформы, возникнет перевес сил на стороны, на стороне национально-освободительного движения, на стороне Путина. Но если он возникнет, то понятно, что уже созданы условия для нодовских реформ. Это, я думаю, очевидно для всех. Но для общества, для народа в условиях военных действий, это, мне кажется, более такая близкая и понятная вещь, ядерное нацеливание и прочее, чем, собственно говоря, дожимать вопрос в понимании народа, что мы живем в колонии. То есть ему как бы уже ближе вариант собственной смерти, которая вот уже витает, летает, залетает в окна и так далее. Чем погрузиться в понятие отечества и суверенитета. Понятно, что погрузиться никуда не денется, но вот как первый этап погружения, это, конечно, например, вполне может быть борьба за ядерное нацеливание, что мы, кстати, наш опыт, это очень хорошо и показал. Посмотрите, какой огромный резонанс от маршей на Москву, на Вашингтон, от сармат-мобилей. Огромный резонанс не только за рубежом, но и в России. Кстати, в России во многом потому, что резонанс за рубежом. Потому что те начальники российских социальных сетей и средств массовой информации, они находятся вообще-то за рубежом. В Вашингтоне и в других столицах. И поэтому та паника, которая начинает их охватывать, она неизбежно в их понимании реализуется и в необходимости освещать эти процессы на территории России в подведомственных социальных сетях и средствах массовой информации. Так что и это тоже такой важный момент. Ну и в целом я хотел бы сказать, что все двигается так, как мы говорили. То есть постепенно идет осознание. Вообще, конечно, удивительно, почему вообще американцам удалось таким образом перехватить общественную инициативу, что люди, огромное количество людей... Так, в чем дело? Такое. Мы вас слышим, Евгений Алексеевич. Все нормально? Да. Почему-то... Ну ладно. Огромное количество людей считает, что специальная военная операция – это такой вид наступления и, соответственно, ожидает от нее каких-то побед. Хотя Путин сразу сказал, что специальная военная операция – это форма защиты и обороны, идентификация, то есть борьба с фашизмом на территории Украины нам нужна для цели защиты и оборон. То есть это оборонительная операция. Специальная военная операция, ее можно так и назвать. Это специальная военная защитно-оборонительная операция – СВЗОО. Потому что в этом ее смысл был изначально. А если вы проводите военную операцию и ведете военные действия для целой защиты и обороны, почему вы удивляетесь, что враг наступает и захватывает вашу территорию, например? То есть успех СВО заключается не в том, чтобы решить проблему с НАТО вообще. Успех СВО заключается в том, чтобы как можно дольше не дать противнику захватывать нашу территорию. То есть тянуть этот вопрос, удерживать границы, потом удерживать оборонительные линии вдалеке от границ и так далее. Поэтому сам формат нашего военного конфликта два с половиной года – это формат защитной обороны. А значит, сам по себе этот формат не предполагает вообще победы. Понимаете? Поэтому Путин и говорит все время об успешном окончании специальной военной операции. Поэтому вы не слышите от него слов «победа». Он говорит о успешном окончании, а победа будет в результате какого-то следующего шага. И, конечно, этот следующий шаг – это национально-освоительные реформы по восстановлению суверенитета, территориальной целостности, обеспеченные стратегическим ядерным оружием и международным правом. Продолжение следует...